Идея Киллинг Флор 3 заключается в том, чтобы уничтожать Зедов и веселиться самому или с друзьями. Это очень захватывающий, быстрый шутер с волнами. Вы можете просто запрыгнуть в игру, быстро настрелять кучу врагов и получить удовольствие. Я думаю, что это о том, чтобы почувствовать настоящий страх или вызов в безопасной обстановке. Это как американские горки. Хочешь почувствовать опасность, но на самом деле ты в безопасности. Есть некая лаконичность в персонажах и в том, как они взаимодействуют между собой, создавая моменты разрядки. В Киллинг Флор 2 кровь могла быть в любом месте мира. Раньше нельзя было окрашивать зомби, нельзя было окрашивать специалистов, нельзя было окрашивать оружие. Все должно было быть запечено. То есть был процесс, который анализировал всю карту и указывал, где и что можно окропить кровь. Мы перешли на Unreal 5, потому что хотели использовать самую новую технологию. Теперь на всех Z-ах, всех специалистов и всех видах оружия повсюду может быть разбрызгана кровь, которая останется на них мокрыми пятнами. В KF-3 определенно будет лучше кровь, потому что разрешение будет в 12 раз выше, чем в KF-2. Привнести такую точность — это словно радость рождественского утра. Я люблю такое. Наше оружие максимально приближено к реальности. Оно лишь немного перенесено в будущее. Мы стараемся сделать его правдоподобным, реалистичным и знаковым. Каждое пулевое отверстие, попадающее в персонажа, остается там навсегда. И когда ты стреляешь в Zed'у в центр торса, его тело разрывается напополам. Мы хотим, чтобы это впечатляло игрока. Оно должно чувствоваться крутым, должно чувствоваться вроде фильма ужасов. Калибр вашего оружия может внести существенную разницу. Это словно вгрызаться в тело Zed'а, простреливая все глубже, создавая все большие отверстия. Можно вырывать большие куски из различных частей Zed'а, и можно будет увидеть внутренности. Когда ты это видишь, ты должен сказать охренеть, давай еще. Они типа, что за херня, мне аж плохо стало. Возможность видеть, как повреждения отважных пуль окрашивают мир в кровь. В Killing Floor 3 вы играете за члена Nightfall, элитной команды специалистов с уникальными навыками и оружием, которые можно улучшать. Игрокам будет доступен весь арсенал Killing Floor 3, независимо от выбранного специалиста. Людям всегда хотелось иметь возможность кастомизировать свое оружие. Мы очень рады, что люди получат в свои руки Killing Floor 3, потому что теперь у нас есть полностью интегрированная система модификаций для всего нашего арсенала оружия. Мы хотели добавить возможность, чтобы вы могли сказать, мне очень нравится это оружие, хотелось бы еще такой прицел или вот это. Ты можешь взять это ружье и настроить его так, как тебе нравится. Это создаст огромный набор опций для людей со временем. У нас могут быть разные магазины, разные виды патронов, разные виды прицелов, стволы, которые влияют на разброс, рукоятки, регулирующие отдачу. У нас даже есть возможность заменить внутренние компоненты оружия, чтобы оно стреляло быстрее или медленнее. Мистер Фостер возвращается, но не как сам Мистер Фостер, а как его клон, так что он наш командос. Когда я играю за командой, мне нравится точность, поэтому я модифицирую свои штурмовые винтовки, чтобы они имели более низкую скорострельность, но наносили больший урон. Я также беру неосновные оружия от снайпера, таким образом на более поздних волнах я могу стоять лицом к лицу со скрейками и мясниками и таким образом помогать команде. Мне очень нравится играть за Мистера Фостера или Командоса. Я люблю использовать штурмовое оружие. Я знаю, что на определенных волнах, если меня атакует определенный тип врагов, использование дробовиков инженера будет невероятно полезным. Поэтому возможность уходить на другой класс и адаптироваться к текущей ситуации действительно вознаграждает игрока. У каждого специалиста есть уникальный гаджет, который он может использовать. У вас заканчиваются боеприпасы, на вас нападает куча зомби, и вы можете просто активировать этот гаджет. Появится маленький дрон, который уничтожит всех зомби. Это действительно раскрывает креативность и свободу, о которых наше сообщество всегда мечтало и ожидало от Killing Floor 3. Нам действительно не терпится увидеть, что сообщество сделает с этой продвинутой мод-системой и навыками специалистов, придумывая то, о чем мы даже не догадывались. Мы создаем этот мир дистопического хоррора, в котором люди будут проводить тысячи часов, и он должен быть увлекательным. Мы хотим, чтобы эта игра была праздником крови во имя Хорна. Что-то, что не будет отвращать игроков, а наоборот, заставит их офигеть. О да, разрыв мозга. Это почти как пиньята насилия и жестокости. И вы фактически смеетесь и плачете от смеха, когда проигрываете. Знаете, для меня всегда одно из самых забавных моментов в Killing Floor, это то, что проигрывать почти так же весело, как и вы.